всем привет дорогие друзья из вечерней алании воскресенье вечер и отдохнуть немножко дома мы опять вышли на улицу сейчас идем тоже гулять и что-нибудь вкусненькое кушать помните я вам в одном из видео показывала дом который должны были сносить и сносили дом который должны были сносить вот его уже снесли видите и начинает и начинает вот это серьезно иначе начинает в общем растещать площадку скоро будут строить новый дом чё такой довольный а кушать но пошли кушать солнце светит очень ярко прям нам в глаза невозможно идти скоро она зайдет вот так вот каждый вечер солнце освещает центральную улицу алании с одного конца до другого даже людей не видно просто черные силуэты мы пришли в одно из наших но если я где-то снимаю я всегда спрашиваю разрешение вот в этом ресторане мне тоже разрешили снять и показать даже как повара готовят различные блюда покажу вам сейчас меню днем мы ничего не кушали пришли сюда на ужин вечером поэтому давайте пройдем посмотрим как же здесь все готовят и что здесь есть вкусного а также какие цены ресторан рамис кёфте находится практически в центре алании вот там вот находится статуя татюрка весь магазин муда и рядом с магазином муда это очень старый ресторан который был открыт стамбуле в 1928 году но и сейчас у них сеть по всей турции здесь кстати подают и куриные блюда и подают также кёфты поэтому сегодня здесь аншлаг мы сюда ходим наверное раза два в месяц покажу вам здесь цены и блюда здесь есть конечно разные сладкие блюда суть знать кстати напишите в комментариях если вы любите это блюдо обязательно пишите я его не вообще не люблю и не ем конечно же здесь есть баклава кабак татласы из тыквы сладкая тыква и у них есть здесь такая особенность у них есть здесь салатный бар вы можете прийти покушать салата стоит 8 лет и 6 лет а вот такой вот у них салатный бар только овощные здесь различные нарезки и вот так вот повара готовят наши блюда немножко напоминает этот ресторан другой куриный ресторан который мы ходим мы заказали сегодня куриные блюда очень вкусно здесь ребята конечно все готовят открытая кухня вы можете сами видеть на чем как готовят ваши блюда говори как говорят можно смотреть бесконечно на воду огонь и мне кажется бесконечно можно смотреть на человека который готовит еду потому что сама еду я не готовлю и не люблю это дело но смотреть на готовящего просто можно вечно еще у них здесь продаются всякие натуральные продукты масло что здесь еще есть мука есть варенье различное натуральное поэтому можете прийти посмотреть и вот так вот выглядит ресторан внутри здесь у нас уже сидит айхан ждет наши блюда я хочу показать вам цены в этом ресторане на различные блюда конечно же рамис кефта это прежде всего ресторан известный тем что они готовят одни из самых вкусных кефты в турции вот такие вот блюда 17 лир 18 лир 17 лир в общем за кефты вот какой то тоже а здесь и кефты и мясо 20 триллера 28 и конечно же здесь есть куриные блюда вот такие вот куриные блюда с острым соусом просто в соусе курица фри в общем курица в различных соусах стоит она за блюдо 18 лет когда принесут блюдо я вам его покажу есть соусом барбекю я еще не пробовала но сегодня мы заказали вот такой вот соригано здесь есть различные гамбургеры также и какие-то типа сэндвичи горячих сэндвичей с кефты с уджуком и с курицей вот мы их мы еще не пробовали кстати я думаю что это вкусный как я вам уже говорила салат большая тарелка 8 лет маленькая 6 и супы по 8 лет и разнообразные сладости в основном стоят 7 лир ну и напитки есть также вот такой вот завтрак завтрака на завтрак цены нет также вы можете приобрести различные продукты натурального производства типа сыра кефты килограмм масло оливковое тархана семечки в общем много 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 здесь чего есть интересного и вкусного но сейчас нам принесут блюда вот наверное дядечка который основал основал этот этот ресторан вот видите за я думаю что вот это вот награды которые они получали за их блюда в общем сейчас нам принесут а вот видите эти рестораны есть во многих городах таких как адана афьон испарка стамбул анкара и так далее но сейчас нам принесут блюда и я вам покажу как они здесь выглядят вот принесли наше блюдо вот так вот выглядит это блюдо айхан заказал с острым соусом я заказала с орегано в общем стоит это блюдо 18 лет иногда мы любим здесь кушать всем приятного аппетита кто кушает и вот такой вот хлеб еще подают здесь айхан будет миады на дэк а машей ок и че бешевки пиде это леволсон а это тоже пиде только пустое пиде могут подать вам с маслом и лес или просто без масла мы захотели без масла но кстати в некоторых ресторанах такое пиде подают еще и сверху с сыром друзья посмотрите как я подчистую все съела и даже хлебом прошлась по тарелке как вы думаете это было очень вкусно или я настолько проголодалась что я даже вылезала тарелку чокму кизель мэймэк на лане постепенно опускается вечер заполняются рестораны загорается подсветка на кафешках вот кстати еще одна кафешка с курицей про которую я вам говорила вот видите в этом магазине всегда есть какие-то скидки но я там никуда ничего не покупала вот еще один ресторан куриный который здесь собираются будет открыт тоже какая-то в общем переводится как курица на сковородке магазин памира где постоянные скидки но мы тоже здесь уже давно ничего не покупали новый сезон не знаю в общем редко туда заходим кто спрашивал про скидки в этом магазине всегда есть какие-то скидки но за качество товара я не отвечаю вот и поэтому гарантии вам никаких не дают включают в общем город постепенно погружается такое интересное состояние вечерние когда начинает звучать музыка со всех углов и народ гуляет сегодня воскресенье может быть уже не так будет много народу как в субботу или в пятницу вечером вот так вот выглядят машины такси практически на каждом углу есть стоянки такси так а это что и вот здесь написано номера машин такси которые прикреплены к этой стоянке сейчас мы идем по направлению к нашему офису нужно поскольку мы переехали нужно сделать кое какие замеры вещевой рынок уже закрылся кое какие магазинчики открыты ну а вот эти вот уже закрылись аптека что интересно могу сказать вам про аптеку аптеки в воскресенье в Турции не работают с понедельника по субботу аптеки работают стандартно в воскресенье аптеки не работают но работают дежурные аптеки так же как и в будние дни вечером то есть есть например в Алане их 3-4 штуки вот вот мы пришли уже на пятничный рынок сейчас солнце уже село как вы видите и сейчас идем в наш офис мимо магазина в который мы конечно же сходим и сделаем там тоже большой обзор в общем в Алане уже наступил вечер многие многие магазины закрыты улицы пустые есть вот такой вот магазин тут с вечерними платьями в общем в районе пятничного рынка очень много всего интересного кафе в традиционных турецких домах магазин BIM где вы можете приобрести очень много вкусняшек и привести их к себе на родину а еще друзья сегодня меня не покидают две мысли очень многие стали писать что я говорю с акцентом по-русски растягиваю слова и так далее что что слушать и смотреть мне что смотреть интересно а слушать меня невозможно что мне хочется сказать по этому поводу я не замечаю растягиваю я слова или нет я не замечаю на какие слоги я ставлю ударение многие пишут что я ставлю ударение всегда на последний слог я не знаю с чем это связано пока вы не стали это писать я этого не замечала и да и сейчас кстати тоже не замечаю поэтому простите меня пожалуйста но как говорю так и говорю даже кто-то мне посоветовал обратить внимание на свою речь и потренироваться правильно говорить но извините с рождения я говорила правильно но к сожалению или не к сожалению так получилось что я уже давно не живу в России и поэтому я не замечаю есть у меня акцент или нет говорю я быстро или очень медленно говорю я так как есть поэтому просто смотрите видео и наслаждайтесь всем тем интересным что я вам показываю из Алании не обращайте внимание на речь потому что иногда я говорю с ошибками иногда с акцентом но это не имеет совершенно никакого значения айхан говорит что я очень быстро говорю айхан сан русско обелярум сангир айхан говорит вот видите кто-то говорит что я говорю очень медленно айхан говорит что ты так быстро говоришь по-русски как я не могу говорить по айхан сану когда излитивший конушь посмотрю сейчас как он быстро сможет говорить по-турецки вот видите вот поэтому друзья когда я снимаю видео я не слежу за тем говорю я быстро или медленно я просто говорю рассказываю что вижу показываю вам все самое интересное поэтому извините за акцент, за неправильные ударения, за слова и так далее. За быстрый разговор или за то, что я растягиваю слова. Я этого не замечаю. Поэтому это происходит все естественным образом. Ну, а мы сейчас уже идем по направлению к дому. Ходили в магазин, в котором должны были заказать шторы, но он был закрыт, поэтому покажу вам в следующем видео. А сейчас идем в магазин, я вам тоже покажу. Там продаются самые дешевые и, кстати, достаточно качественные ковры. Ковры в Аланье. Вот в этом магазине мы покупаем ковры. Очень много ковров мы здесь купили, кстати, хорошего качества. Находится он напротив ресторана Дой-Дой и около Тюркминолу. Но сейчас выходим на улицу 25 метров и, как я уже говорила, идем по направлению к дому. На улице 25 метров также расположено много магазинов и ресторанов. И на этой улице расположено очень много цветочных магазинов, где продают цветы в горшках, букеты и, конечно же, искусственные цветы. И, как я говорила, здесь очень много кафе, где можно отдохнуть, попить кофе, посидеть с друзьями. Ну и, конечно же, купить торты и всякие сладости, если вы идете в гости. Вот такого плана торты здесь продают. Здесь же находится один из наших любимых ресторанов, где мы кушаем чекёфты. Чекёфты же Омер Уста. В общем, в Аланье наступает ночь, и мы идем домой. Вот такая вот у нас получилась вечерняя прогулка по Аланье. Айхан, тебе понравилось? Сегодня воскресенье, сегодня мы сходим с ума. Устал? Очень-очень. Очень устал. Что ты сегодня делал? Кушал? Устал. Только кушал сегодня, устал. В общем, друзья, вот такая у нас получилась прогулка. На следующей неделе будет, точнее, в следующих видео вы узнаете ещё больше нового интересного про Аланье. поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, в общем, комментируйте, пишите вопросы. И на сегодня мы с вами прощаемся. Желаем вам хорошего всего. Всем всего хорошего. 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 Пока-пока. Пока-пока.